Что такое водосвятие? Да, если говорить конкретно о празднике крещения, давайте вот мы не будем отходить от сегодняшнего дня. Дело в том, что в древних христианских общинах был замечательный обычай. Людей не крестили так, как мы сегодня крестим, когда нам хочется. Договорились со священником и совершили таинство крещения над младенцем, над взрослым, без разницы. Раньше крестили все-таки в определенные дни года. Как правило, это Великая Суббота, канун Пасхи, поэтому пасхальное богослужение, по мнению виднейших литургистов нашей церкви, это, по сути, есть такая вот крещальная служба, когда радуются все только что крещенные христиане, принявшие таинство. То же самое особым днем, это был день канун крещения Господня, Богоявления, когда массово совершали крещение людей. Но крещение не бывает, исходя из нашего церковного принципа, без освящения воды. Прежде чем крестить человека, и сегодня это также существует, прежде чем крестить ребенка, священник всегда освящает воду. Позже обычай массово крестить людей отошел уже на задний план, видимо, какие-то реалии подсказали несколько иные пути, но традиция освящать воду осталась, она прижилась, вернее. Поэтому вот таким образом у нас появилось отдельное водоосвящение, отдельно уже от таинства крещения, отдельно мы освящаем воду. Это как зародилась вообще традиция освящать воду.